Александр Савченко, профессор и ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист с нами. На связи Александр Владимирович, здравствуйте, рада вас приветствовать в эфире Freedom. Здравствуйте, давайте начинаем. Давайте начинать, сегодня в 10.30 по московскому времени начинается заседание Совета Директоров Банка Российской Федерации как раз по ключевой ставке. На самом ли деле, Александр Владимирович, изменением ключевой ставки до 10% возможно, ну скажем так, замедлить, скажу таким образом, падение российской валюты? Давайте, вот я скажу еще одну причину такого крутого падения рубля. Это ложь, патологическая ложь Путина и, очевидно, она распространяется и на экономические органы и даже достигла Центрального банка. Что на самом деле происходит? Чтобы влиять на курс, ставка Центрального банка должна колебаться вокруг инфляции. Ну, быть на процент больше, меньше, это в зависимости от монетарно-экономической политики. Официальная пропаганда говорит о том, что инфляция в Раше, ну, они планировали вообще 4, а сейчас, ну, приблизительно, приблизительно говорят где-то 5-5,5, вот такая инфляция. И, казалось бы, ставка 8,5 должна была подавить эту инфляцию, но на самом деле, вот в чем проблема. Реальная инфляция 14%, годовая инфляция 14%, не 4, не 5, а 14. И чтобы при помощи курса Центрального банка влиять на инфляцию, Центральный банк должен поднять ставку где-то, ну, на уровень 14-15%, ну, может, 13%. Тогда она действительно будет влиять и курс откатится. Вот, но тогда нужно признать ложь, что Путин врет народу, а чиновники врут Путину относительно реального положения дел в экономике Раши. Ну, а чтобы ответить на вас вопрос, я скажу, что будут приняты и другие методы по поддержке рубля. То есть, Центральный банк Раши будет выходить с валютными интервенциями. Он уже отказался покупать валюту для Минфина, да, уже это как бы тормозит. Но теперь, наоборот, он будет продавать валюту на рынок, чтобы как-то, хотя бы психологически показать бизнесу, что ситуация под контролем. Стратегическая задача правительства Центрального банка Раша, чтобы рубль откатился где-то на уровень 95%. И там они постараются его держать. Ну, для этого надо будет полить резервы, полить резервы или поднять процентную ставку где-то на, ну, в два раза почти, понимаете? Вот такая ситуация там. Вот для простых граждан Российской Федерации повышение процентной ставки, как это отобразится, как они это почувствуют, что это будет для них означать? Я, кстати, добавлю, с твоего позволения, зашел в паблики Белгорода, кефир вырос с 49 рублей до 66, и местные аналитики связывают это как раз, вот видите, доллар растет. Вот и кефир у нас, цена на кефир выросла. На самом деле это так прямо влияет? Будет влиять? Инфляция. Конечно, влияет. Ну, вот вы сказали, что рубль упал там на 27%, на самом деле больше. Он упал с начала года, уже подходит к 65%, то есть колоссальное падение. Ну, было меньше 60%, а сейчас 100%. Ну, вот разница, так? И вот есть такой закон экономики, что инфляция всегда догоняет курс, плюс-минус несколько пунктов процентных. То есть, если падение рубля было процентов, ну, скажем так, давайте на 50, скажем, может и откатиться чуть-чуть, то инфляция должна тоже быть 50%, но не сразу, а там распределительные лаги, а в течение 6-7-8 месяцев. Она будет догонять, будет догонять. Сначала дорожают импортные товары, а потом все, что связано с импортом, хоть каким-то образом, а потом цены выравниваются, и они догонят, я уверен, цены догонят инфляцию, девальвацию. Вот такая ситуация. Поэтому, очевидно, были и опросы, я слежу за аналитикой экономистов, даже Раши, это они эту цифру посчитали, 14% с начала года, а не 4, как планировали и заявляет Путин. И международные тоже аналитики приблизительно такой же точки зрения придерживаются. А люди вообще думают, что вообще инфляция выросла там процентов на 30-40 с начала года. Ну, я хотел бы открыть тайну не только для наших глядачев, да, как по-русски глядачев, забыл уже. В России, но и в Украине. Смотрите, есть инфляция для бедных и инфляция для богатых. Инфляция для богатых, специально так делается, включают в потребительскую корзину аренда квартир в пентхаузах, аренда яхт, стоимость компьютера на единицу мощности, она падает. А есть для бедных, это продукты питания и ЖКХ. И вот инфляция для бедных всегда больше, чем для богатых. Вот если в среднем 14, то я думаю, для бедных, которые едят очень ограниченное число товаров и потребляют ограниченное число услуг, там не 300, не 150, как в корзине для расчета инфляции, а 10-15, то у них реальная инфляция, наверное, где-то уже 20%. Вот что несет война. Все-таки коренная причина инфляции не только ложь, но и война. Все началось с того, что Путин приказал увеличить расходы на армию в два раза. Было 5 триллионов, он сказал, надо 10 триллионов. Денег нет, ну вы держитесь. Ну как держаться? Надо печатать деньги, продавать золотовалютные резервы. И вот появляются деньги. Ну и поэтому падает и курс. Ну а ложь это второй мощный фактор. На лжи ты никогда экономическую политику реальную не построишь. Она всегда выплывет. Ваши слова, Александр Владимирович, они просто резонируют с форумом «Армия-2023», который ныне продолжается. Я не могу от этой темы просто отойти. Если посмотреть исключительно видео и фотографии, которые публикуют Минобороны, Минобороны Российской Федерации, да все прекрасно. Оборонно-промышленный комплекс растет. Шойгу общается с роботами, пытается их склонить к прогулке и многое другое. Тогда у меня логичный в принципе вопрос. За чей счет жирует Минобороны Российской Федерации в целом оборонно-промышленный комплекс? Почему-то в голове лишь одна фраза. Это секвестр социалки. Вот почему бы и нет? Как вы считаете? В секвестр социалки действительно имеют место. Расходы на образование, медицину, науку сокращаются. Но еще есть такой феномен. Смотрите, если экономика работает правильно и производит товары, которые потом потребляются этим же населением, то инфляции не будет. А если вот эти 5 триллионов используются на выпуск продукцию, которая не потребляется этим населением, а которая потребляется, несет смерть в Украине, то все становится с точностью наоборот. Вот эти 5 триллионов Путин забрал из кармана простых граждан Раши. Вот сколько он потратил на оборону, на гангстерскую деятельность, на терроризм в Украине, на войну в Украине, столько он забрал через инфляцию и через девальвацию. Понимаете, 5 триллионов профинансировали граждане Раши. Они этого не понимают. К сожалению, мы пытаемся им показать, откуда берутся деньги на войну. Из ваших карманов берутся и берутся все больше и больше. Почему? Потому что экономика Раши не растет. Это тоже миф. Это тоже абсурдный миф. Смотрите, в два последних месяца цены на нефть выросли. Даже выше планки 60-64. Поступления от нефти выросли последние два месяца. Путин заявляет о его экономисты. Так экономика растет уже там больше, чем на 2,5%. А как же такое может быть, что при такой чудесной погоде экономика растет, экспорт растет, импорт затормозился, «А рубль падает». Это ложь. Вот рубль показывает истинную температуре по этой палате. Номер 6 под названием «Раша». Да, с главврачом Путином. Вот где истина. Ну, может быть, прислушиваются к нам граждане Раши и поймут, что корень всех бед – это война. И политическое руководство Раши, которое давно пришло время менять. Ну и, кстати, наши американские, европейские партнеры тоже должны над этим задуматься, а не постоянно повторять, что мы хотим стабильность в Раше, чтобы режим работал стабильно. Это ошибочное мнение, по моему мнению, извините за тавтологию. Это тоже важная информация для наших партнеров. Да, Александр, и также тут стоит добавить, и ВВП растет, да. Этому причиной является внутренний спрос, заявила министр экономического развития России Максим Решетников. Ну, тут отсылка к вранью. Спрос растет за счет гробовых, гробовых, подъемных, да. И сектора… Клиф на час. Да, и военного сектора, конечно же. Вот, но это не касается экономики самих граждан, условно говоря, их кошельков. Но вот давайте еще обратим внимание на золотовалютные резервы Российской Федерации, о которых вы уже упомянули, да. Какая часть замороженная, значит, какая часть сокращается, пополняется. Вот в каком сейчас состоянии? Смотрите, это уже все стало большим секретом, да. Все данные засекречены. Вообще, если… Вот последние данные у меня где-то месяц, месяц назад, что удалось узнать. Ну, мы все знаем, что заморожено порядка 300 миллиардов долларов, да. Это из золотовалютных резервов. На начало войны у них было где-то 560 миллиардов долларов. Теоретически 260, сухой остаток был на начало войны. Но на самом деле все не так хорошо для них. Часть резервов хранились в фонде национального благосостояния. А это ручной фонд Путина. Вот из этого фонда Путин когда-то Януковичу деньги давал, да. Помните так, 3 миллиарда. Вот, и поэтому много денег из этого фонда было неликвидным. То есть, это кредиты, это те же в рубли переводились, в какие-то экзотические валюты. Поэтому месяц назад вот авуары фонда национального благосостояния были порядка 100 миллиардов долларов. Плюс-минус. Они хранились в юанях китайских и в монетарном золоте. Но, это 100% информация. Раша постоянно продает. Продает юани, продает даже монетарное золото. Иногда покупает, но продает намного больше. И сейчас я уверен, что золотовалютные резервы в этом фонде меньше. Меньше 100 миллиардов долларов. А если оценивать все ликвидные резервы, ну, думаю, не больше 150 миллиардов. Но, к сожалению, этих денег хватит на войну и в этом году, и на начало следующего года. Ну, вот такая реальность. Еще, наверное, больше, Александр Владимирович, о политической составляющей все-таки такого процесса, как рост изменения стоимости валюты, коллеги. Если можем, давайте покажем этот сайт Центробанка Российской Федерации, где, в принципе, открыто аналитики говорят о том, что происходит, либо же произошло с рублем. В этом случае это о рубле в июле. В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории, техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм и фрукты. Пишут аналитики Центробанка Российской Федерации. Значительно выросли цену на мясную продукцию и бензин. И ныне в павликах российских, городских и других пишут о том, что цены на самом деле выросли на бензин. И, что важно, выросли и на временно неподконтрольных территориях Украины. В автономной республике Крым, в Луганской области, части неподконтрольной вооруженным силам Украины, и в Донецкой области также выросли. Пишут аналитики Центробанка. Без учета временных факторов и товаров с волатильными ценами, инфлюнационное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса. Понятное дело, что никто успокаивать граждан Российской Федерации не собирается, как бы это ни пыталась сделать Эльвира Набиулина. И тут как раз политический вопрос в контексте госпожи Набиулиной. По вашему мнению, после подобных изменений в стоимости доллара и евро, и юаня, добавлю также, сегодня госпожа Набиулина, к примеру, после заседания Совета директоров, не будет делать пресс-конференцию, как она обычно этим занимается. Путин будет ли убирать Набиулину, которая проявила себя, давайте так, как эффективный все-таки банкир, вот в условиях российских, не будет ли стоять вопрос о том, что госпоже Набиулиной пора уйти на покой? Действительно, российская финансовая элита достаточно грамотная. Я персонально знал очень многих министров финансов, глав Центрального банка. Там, по сути, работали и работают профессионалы. Это им тяжело врать. Этой же Набиулиной очень тяжело выходить и врать, и говорить, что инфляция у нас 4%, да, а ставка 8,5%, и все это не работает. Да, давайте поднимем. Она будет стараться хотя бы до 10% поднять, но и там ее затормозят и скажут, ну как же так, поднимите до 10%, это ж потребительские кредиты вырастут тогда, а у бедных граждан Раши денег нет. Поэтому там сильно ставку поднимать нельзя. И поэтому, наверное, чтобы меньше врать и краснеть, терять лицо среди профессионалов, профессионалов, профессионалы все понимают. Вот она и отказывается, скорее всего, от таких пресс-конференций. Все ограничится поднятием ставки незначительным, и они перейдут, поверьте мне, к валютным интервенциям. Только они будут способны чуть-чуть курс вернуть назад. Ну вот я говорю, их задача 85-86. Ну вот касательно как раз валютным интервенциям, откуда эта валюта, учитывая то, что заработки Российской Федерации, ну так, в общем, да, они упали, потому что есть и потолок цен на нефть, и с газом поменьше его продают в ту же Европу. Так вот на чем сейчас зарабатывает Российская Федерация, откуда у нее валюта, и учитывая то, что санкции наложены, мы понимаем, что эта валюта остается на счетах, и ею пользоваться Российская Федерация, в общем, ну в объемах, которые она зарабатывает, не может. Вот тут поподробнее, пожалуйста, Александр. Да, вы правы. Я еще не сказал, что Путин разрешил госкорпорациям, он считает себя хозяином госкорпораций, не возвращать доллары и евро в Москву, а хранить их на счетах в Китае, в арабских странах, и там тайно брать деньги себе на подкупы, на традиционную их деятельность, да, плюс на серый импорт запрещенный товар. Александр Дмитриевич, у нас проблемы небольшие со связью, давайте мы сейчас вас перенаберем, почему-то есть подвискартинки небольшой, а пока мы поговорим о том, как пока настраиваем связь, коллеги, давайте сделаем это поскорее, расскажем, каким образом граждан Российской Федерации, ну пытались, наверное, убаюкать представителей, как бизнеса элит, чуть попозже тогда об этом, да, господин Савченко с нами на связи, Александр Дмитриевич, продолжайте, пожалуйста. Очень важная тема, продолжите, пожалуйста, свою мысль. Да, так вот Путин разрешил хранить эти деньги за рубежом, не заводить их в Рашу, это, кстати, одна из причин падения рубля, падения рубля. Деньги там подворовываются, и за счет них финансируются вот эти цепочки нелегального импорта запрещенных товаров для военно-промышленного комплекса. Ну вот такая благая причина. А на самом деле там много таких ручейков, куда деньги пропадают. Это одна из причин тоже падения рубля. А вы напомните мне вопрос? Касательно валюты, насколько много внутри Российской Федерации? Об интервенции вы говорили. Да, валюты становятся все меньше и меньше. Вот где-то с начала войны уже больше 100 миллиардов разошлось. Да, продавали они валюту, финансировали покупки вооружений. Но все-таки вот последние два месяца, да, нефтегазовые доходы выросли где-то на 2 миллиарда. Да, на 2 миллиарда, ну, на месяц. Кстати, за счет Саудовской Аравии, которая сократила поставки нефти на мировой рынок и тем самым подхлестнула рост цен на нефть. Но будем надеяться, что это временный фактор. Мы все хвалили Саудовскую Аравию за то, что она форум так приютила. А на самом деле немножко по нам ударила и помогла Раша. Вот, это плохо. Денег мало. Я думаю, что максимально, что может Раша использовать для интервенций, это, ну, где-то порядка 5-6 миллиардов долларов. Да, но если это сделать динамично в течение, там, недели, то можно стабилизировать курс, да, и он даже немножко откатится. То есть они будут делать все возможное и невозможное, чтобы курс не перешел уже стабильно в 100 рублей за доллар. А знаете еще почему? А тут еще такая символическая составляющая. Дело в том, что если рубль будет стоить меньше, ну, вернее, доллар будет стоить больше, чем 100 рублей, то ВВП Раши относительно мирового ВВП приближается к 1%. К 1%. Помните, как говорили, мы такие мощные, такие крутые, мы там, они себя там на 4-5 место ставят, да, по паритету покупательной способности. Они там что-то вычисляют, но я всегда отвечаю, паритет покупательной способности на хлеб не намажешь. По этому курсу ты оружие не купишь, нефть не продашь. Да, это просто такой миф, которым они себя кормят. На самом деле, экономика Раши при таком курсе в долларах превращается в карлика. Карлика. Ну, вот представьте себе, Китай там где-то 18-19 триллионов, Соединенные Штаты там 25 триллионов, и карлик Раша, там чуть больше триллиона по курсу. И вот я еще давно, когда издал книжку «Антиукраинец», написал, что вот СССР, когда распался, когда его курс начал стремительно приближаться к 1%, ой, удельный вес ВВП, превратился в карлика. И вот сейчас это может тоже произойти. Когда экономика Раши превратится в карлика, достигнет 1% мирового, то будет время распада. Потому что очень тяжело существовать в такой большой стране, с такими территориями, с такой карликовой экономикой. Вот еще и символизм тут есть. Они очень этого боятся. Спасибо вам большое, Александр, за ваше время. Как всегда, рады вас видеть. Александр Савченко, профессор и ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин